Великий князь Николай Константинович Романов был изгоем в царской семье. К этому привели клептомания князя, а затем бесконечные романы с девочками-подростками и мальчиками. Двор выслал великого князя в Туркестан, но и там продолжал позорить царскую семью. Ко всем перечисленным бедам прибавилась жизнь в собачьей стае. Затем три года Николай Константинович провел в Крыму, где видные психиатры поставили ему неизлечимый диагноз – нравственное безумие. Великий князь по рождению и неугомонный бунтарь по характеру, неоднократно приветствующий Февральскую революцию и Временное правительство. Николай Константинович Романов, возможно, одна из наиболее противоречивых фигур своего времени. В мемуарах родственников и на страницах официальных изданий его имя практически не встречается. Он стал августейшим больным, о котором его родственники, включая царя Николая II, предпочитали забыть, чтобы не наодить позорно семью. О том, что привело великого князя к нравственному безумию, пишет историк Анна Лавренова в статье «Августейший больной». Жандармы и психиатры. Крымские каникулы великого князя Николая Константиновича 1901-1904 годы. Журнал «Новоисторический вестник» номер один. Помешанный на девочках и мальчиках, итогом бурной молодости и роковой страсти юного аристократа, к американской танцовщице Фанни Лир стала скандальная история варварского похищения бриллиантов с оклада иконы, принадлежащей матери Николая Константиновича, великой княгине Александре Иосифовне. В ходе расследования выяснилось, что все улики непривержимо указывают на виновность любимого сына Николы, но тот отпирался и старался свалить вину на адъютанта. Шокированное семейство, дабы избежать скандала, назначило врачебное свидетельствование, выводы которого, впрочем, были предрешены заранее. Какой бы ни был его результат, объявить его для публики больным душевным недугом и запереть. После этого до конца своих дней великий князь сделался изгоем и большую часть жизни прожил в Туркестане, увлеченно занимаясь орошением пустыни. О крымских каникулах великого князя, проведенных в Балаклаве, написано мало, а между тем эти три года, проведенные под пристальным жандармским надзором, позволяют наиболее точно судить о нравственности и психологии августейшего больного. Тем более, что именно там, в Крыму, поставили диагноз великому князю видные психиатры. Большинство исследователей склонны видеть основную причину злоключения великого князя в его тайном, противозаконном венчании с 15-летней гимназисткой Валерией Хмельницкой. Однако документы позволяют предположить, что история с венчанием стала лишь последней каплей. Сама по себе попытка завязать отношения с неподходящей персоной была для великого князя далеко не нова. А что вы знаете и как относитесь к личности Николая Константиновича? Пишите об этом в комментариях. Если понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Материал подготовлен для сайта fb.ru